Баранцево. Мемориал последний рубеж обороны. Ветераны рассказывают школьникам, как в декабре 41-го здесь стояли немцы. О том, что их целью была Москва. Каждый сантиметр движения вперед неприятелю давался дорого. Отбивать фашистов выпала дивизия народного ополчения. Впоследствии 18-й стрелковой дивизии. И она не только остановила врага, но и обратила его вспять. Немцы. Их захватила война в летнем платье. И они говорили, что не мы победили, а победил генерал Мороз. Но этот Мороз морозил так же и нас, как и их. У Баранцево советские войска перешли в контрнаступление и начали отсчитывать победные километры до Берлина. И часа в два приходит оперативный дежурный штаба дивизии и говорит, хватит вам бумагами заниматься. Война кончилась, победа. Ну мы бросили, конечно, планировать. Все. В полк я вернулся часов пять утра. Полк не спит. Все радуются, веселятся. Стрельба в воздух с автоматов. То есть народ ликовал победе. Баранцево вошло в историю как рубеж славы уже после войны. Два раза в год люди приезжают сюда, чтобы почтить память тех, кто уже никогда не вернется. Цветы и венки возлагают ветераны, молодежь и первые лица Солнечногорска. Все они испытывают похожие чувства. Гордость за наших земляков, которые в таких упорных боях отстояли рубежи, не дали немцам пройти на Москву. И еще действительно подвиг защитников, бойцов 18-й дивизии, он подобен подвигу панфиловцев. После официальной части школьники участвуют в военизированной эстафете, а ветераны идут в лес к костру. Здесь для них выступают хоровые коллективы, развернута полевая кухня, гречневые каши, фронтовые 100 грамм. Их поднимают за прошлое, за нынешнее и будущее. Но в первую очередь за юбилей победы.